МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Афишнс на канале Брянская губерния. О наиболее заметных культурных событиях на завтра, четверг, 15 июня, расскажу вам я, Оксана Измерова. В Театре юного зрителя завтра пройдет спектакль тайно заколдованного портрета. Стремительное и яркое действие с доброй бабой-ягой, кащаем бессмертным и волшебной кошкой. Начнется в 10 и в 11.15. В Музее этнографии и ремесел проходит выставка работ преподавателя унической детской художественной школы Валентины Шило и ее ученицы Валерии Ларченко. Народные куклы из ольна, сиска, сутна. Каждая из них – образ из детства. Сюжетные композиции из глины, а также живопись. Увидеть работы вы сможете завтра с 9 до 17 часов. В областном краеведческом музее проходит выставка винтажного стекла. Дядьковский музей хрусталя представил более тысячи экспонатов. Особый интерес вызывает раздел «Отражение истории в стекле», исторические сюжеты, портреты общественных деятелей. Увидеть также работы известного художника Евграфа Шувалова вы сможете завтра с 10 до 18 часов. В выставочном зале «Рост» проходит персональная выставка Людмилы Вальциферовой. Член Творческого союза художников представила графические и живописные работы. Пейзажи уголков Брянщины, красочные натюрморты – это и многое другое на выставке «Завтра» с 12 до 20 часов. Завтра вы можете посетить мемориальный комплекс «Хацунь», посвященный памяти невинных жертв войны и сожженным деревням России. Мемориал «Хацунь» включает в себя монументальное здание музея, гранитные стелы по количеству районов Брянской области с высеченной на них информацией о жертвах фашизма в каждом районе, стену скорби, часовню, скульптурную композицию. Мемориальный комплекс открыт с 10 до 18 часов. Приключенческий боевик «Мумия» посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена древняя царица Нистовая Ярость, накопившаяся за тысячелетия заточения в ролях Том Круз, Рассел Кроу и другие. Российская драма Анна Каренина «История Вронского». Спустя 30 лет после гибели Анны Карениной, граф Вронский, находясь на полях русско-японской войны, рассказывает историю их любви. В ролях Елизавета Боярская, Максим Матвеев и другие. Фантастический боевик «Чудо-женщина». Принцесса Амазонок покидает райский остров с тем, чтобы справиться с угрозой во внешнем мире. Приключенческий боевик «Пираты Карибского моря» мертвецы не рассказывают сказки. В пятой части Джек-Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель – ужасный капитан Салазар. Комедия «Спасатели Малибу». Пляж находится под угрозой исчезновения. Что предпримут спасатели? Французская комедия «Жмот» – музыканта серьезный недостаток. Он невероятно скуп, но его мания экономит, столкнется с неожиданным препятствием. Фильм Андрея Звядинцева «Нелюбовь» пройдет в кинотеатрах «Люксор» и «Синемаклаб». Семейный мультфильм «Подводная эра» – колония удивительных морских существ отправляется за помощью на другой конец океана. Мультфильм «Спарк. Герой вселенной» представлен в кинотеатрах «Райпарк» и «Люксор». Фильм «Ужасов. Чужой завет» проходит в кинотеатрах «Райпарк» и «Синемаклаб». Мультфильм «Трио в перьях» смотрите в кинотеатре «Люксор». Фантастическая драма «Гай Ричи. Меч короля Артура» пройдет в кинотеатре «Синемаклаб». Свой 66-й день рождения сегодня отмечает кинорежиссер и сценарист Александр Сакуров. Вплоть до конца 80-х годов ни один из его фильмов не был допущен к прокату. Тарковский дважды организовывал Сакурову выезд за рубеж. Однако режиссеру, по его словам, удержали русский язык и духовное сокровище Эрмитажа, с которым ему более всего не хотелось расставаться. В 2017 году он объявлен почетным гостем на 30-й церемонии вручения премии Европейской киноакадемии. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин